всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале комин бай сейчас мы производим ряд демонтажных работ на конечно потом монтажным на этом объекте мы закрывали вопросы с коаксиальным дымоходом вы внизу посмотрите объект я скинул ссылочку ну и также заказчик подошел у него есть рабочий камин я потом не спущусь покажу вам это сам камин но сейчас мы работаем вверху и стандартная кирпичная кладка внизу 200 диаметра труба мы изначально когда приехали сюда привезли вставку 200 миллиметров но когда подняли здесь оказалось прямоугольной кирпичной кладкой соответственно была загильзована овальная вставка сейчас я вам как делать нельзя ни в коем случае я понимаю что вы можете как потребитель не проверить эту информацию но вы должны о ней знать потому что мой канал именно посвящается конечному потребителю а потом уже монтажником а если смотрят так монтажники то не делайте так делайте если вам вы у вас есть работа дорожите и работаете как положено и вот смотрите вот наша кирпичная кладка видно что она когда-то работала когда вы не доводите ее до конца то вот здесь вот создается воздушная пробка и у меня и было на моей практике три объекта где из-за такого вот недоделанного дымохода приходилось увеличивать вносить изменения то есть выводить за общий грибок и после того как я выводил за общий грибок проблемы все прекращались это раз во вторых если вы монтажник то ни в коем случае не срезайте плюсовую часть здесь на трубе срезан плюс плюс всегда остается плюс никогда не срезается и в нашем варианте мы не стали доставать эту трубу потому что могло бы следующее что могла потянуться еще нижняя труба и тогда у нас были бы большие проблемы поэтому здесь уже в минус здесь 125 нас 225 примерно мы сделали овальную трубу посмотрим что из этого получится ну надеюсь что получится все хорошо и будем загильзовой слава богу что здесь система конечно собрана по конденсату как и внизу но внизу я вам сказал что сейчас пущусь покажу так вот ни в коем случае нельзя потому что здесь вот начинает потом оседать все оседает конденсат появляется течет тяга хуже только из-за того что буквально здесь 40 сантиметров не дотянули до верха это если мы возьмем 40 сантиметров до верха кирпичной кладки поэтому если есть возможность у вас то проверяйте за строителями как вам довели в ну что ну реально много таких объектов где из-за 40 сантиметров проблемы с тяги камин на топку встроена в кирпичную кладку дымоход в ней сделано с одним образом то есть никаких прочисток не чего здесь нету единственно что очень хорошо что вот в этой вот шахте просунув туда видеокамеру мы можем увидеть что что дымоход собран по конденсат то есть раз труб вверх а внизу в нижней части где уже сам камин то есть вот в этой вот области дымоход собран по дыму если я где-то переделаю дымохода каминные вставки именно собраны вот так если нас одной образ она с одним образом потому что в трубе есть 200 плюс 200 минус что получается получается следующее 200 плюс когда вы ставите на большинство топок хотя заявляет производитель что выход 200 у них диаметр 195 196 миллиметров и плюсовая часть она очень люфтит и тот человек который либо строитель монтажник сам монтирует дымохода он видит что люфтит труба очень сильно и ставит минусовую часть и это такая случайность которая играет положительную роль потому что дальше система собирается по конденсату и вот в этом вот месте где он самом переходе с каминной топки появляется конденсат он есть если у вас стоит выбор как собрать дымоход нас одной либо приставной то конечно собирайте просто приставной дымоход через тройники где есть возможность прочистки раз и куда будет уходить конденсат до конденсат высыхает а когда точка росы выше 60 градусов но все равно он есть он есть в начале растопки он есть в конце растопки когда температура большая на каминах это 400 500 градусов это нормальная температура то конечно конденсат весь высыхает еще один немаловажный момент это толщина нержавеющей стали здесь использовалась айси четыреста тридцатка и один миллиметр я производитель этого замечательно знаю в республике беларусь потому что вот поэтому шву ну по крайней мере с той трубой которая работа я уже могу судить кто производитель и здесь производитель на же белорусские этот производитель не делает 08 делать либо 05 либо единицу как 430 таки 304 исполнение но здесь стоит 430 430 имеет право нажить вот если в таких случаях приехать побаловаться но не более если у вас отопление основное если вы рассчитываете на то что будет постоянно работать камин поставьте конечно 304 конечно единицы минимум 08 и по всей длине ни в коем случае не экономьте не ставьте вначале толстую потом тонкую нержавейку почему потому что при возгорании сажи 05 06 и выйдет из строя чем единица либо 08 мы нарастили трубу ставили вставку 120 на 220 вышли за общую платку и конечно мы нарастили мы поставили еще вверх вставочку то есть полуметровая вставка 200 диаметра толщиной 1 миллиметр и из оси 430 кольцо уплотнение поставили для чего она нужна для того чтобы убрать герметизацию сделать аккуратненько но не грибок обращайте внимание грибок здесь более высокий для того чтобы было меньше сопротивления и легче было выходить дыму это вот такая классик это тот минимум который должен быть на каменах каменах которые снова же не использую постоянно если этот камин использовался бы постоянно дымоходов дымохода была постоянная нагрузка то мой вам совет и дальше ставьте здесь утепленные трубы это очень важно на количество конденсата но и внизу конечно ставьте прочечные карманы и для потребителей потому что еще раз повторяю мои видео предназначены именно для потребителя для конечного потребителя для Для того, чтобы вы понимали, что дымоход должен выходить за общий грибок. И не важно, с чего он сделан. Он сделан из кирпича. Если это кирпичная кладка, то загильзовка должна быть. Если там керамзитобетонный блок, то все равно должна быть загильзовка. Обязательно мы должны выходить за общий грибок. Здесь нет вентиляции. Вы обратили внимание, что здесь без вентиляции. Потому что у меня на многих видео стоят именно вентиляционные шахты рядом. Там вообще может быть беда. Просто может включиться обратно, и дым, и искры могут даже пойти вовнутрь помещения. Это очень опасно. Это ваша жизнь и ваша безопасность. Поэтому здесь, если в этом исполнении оставить, не выводить за общий грибок. Потому что у меня есть объекты, когда люди прямо настаивают убрать грибок. Не выводить за общий грибок трубу из нержавейки. Но проходит время. У кого-то везет через год, полтора. У кого-то через месяц. Спросят Дмитрий переделать дымоход, потому что у нас проблемы. А проблемы следующие. Если это газовый котел, то здесь начинает все течь. Плюс котел может отключаться. Если это твердотопливный котел и камин. Но твердача это вообще очень тяжело. Здесь все начинает за очень короткий период. Все темнеть и начинает течь появляться. На каминах они немножко живут дольше. Живут дольше, потому что нагрузка небольшая. Если снова же непостоянное отопление. Все начинает стекать. Ржавчина, дым, не сгоревшие какие-то частицы древесины. И все начинает течь из-за перепада температур. И начинает течь сначала по грибку. А потом это все начинает стекать. Потом это начинает все стекать. И течет, течет по кровле вниз. Представляете, какой кусок работы потом необходимо сделать. Но это вообще, это очень-очень большие проблемы могут быть. Если вы не проследите вот за этими вот моментами. Дымоход. Любой. Неважно под какой вид топлива вы используете. Неважно какой у вас отопительный прибор стоит. Обязательно за общий грибок. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Comment by. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте мне монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok